Всем привет из Франции, с вами Александр. Сегодня мы отправляемся на остров Сан-Он-Ра. Будет очень интересно, там находится старинный монастырь и несколько часов остров Сан-Он-Ра, Лиринские острова, которые также находятся возле острова Святой Маргариты. Я уже делала замечательный ролик и не один про остров Святой Маргариты, вы можете посмотреть, у меня найти. Ну а сегодня мы отправляемся на остров для того, чтобы посетить старинный действующий монастырь, а также часовник, который находится на этом острове. Вы удивитесь, какие это старинные и интересные здания. Итак, поехали! Остров Святого Он-Ра меньше среди двух крупнейших из Лиринских островов. Он расположен в трех километрах от мыса Пальм-Бич в городе Каны и длина острова около полутора километров, а ширина 400 метров. Мы, конечно, обойдем остров пешком по всему периметру и вы увидите очень много интересных и загадочных мест, которые даже на карте и не обозначены. Остров Святого Он-Ра находится рядом с островом Святой Маргариты. Они были заселены со времен Древнего Рима, так считается, по крайней мере. А примерно в 410 году Он-Ра Ари-Лацкий, его еще называют Гонурат. Основал там монастырь, который мы тоже зайдем с вами, посетим. Он очень интересный. И самое, что интересно, я увидела там букву Б, написанную кириллицей прямо над входом. Мы все это увидим с вами, и вы сделайте свои выводы, ребята. Место это очень интересное и загадочное, потому что вывод, который я сделала после посещения этого монастыря, когда я была здесь первый раз, у меня сложилось мнение, что это университет с тайной подземной библиотекой, скорее всего, где приезжают на учебу монахи. Итак, давайте все посмотрим. Итак, ребята, мы прибыли на остров Сан-Он-Ра, и мне, конечно же, не терпится посмотреть монастырь и, конечно, часовни, которые здесь, на берегу, идут по периметру. Мы обойдем весь остров и посмотрим все обязательно с вами вместе. Очередной какой-то пресс металлический, чугунный. Может быть, тоже делал завод Джордан, не исключено, но я не нахожу пока здесь клейма. С этой стороны здесь находятся рестораны, известный ресторан, который называется Ля Туннель, но мы туда сегодня не пойдем, у нас совсем не будет времени, потому что последний корабль уходит в 17.30. Мы хотим посмотреть на этом острове все достопримечательности и хочу, чтобы вы тоже насладились и почувствовали свое присутствие на этом острове. Отправляемся. На острове присутствуют небольшие лагуны, посмотрите. Тут очень удобно расположиться, можно сделать пикник под сосной. очень уютно и неглубоко. Единственное, что немного каменистое дно, но для детей здесь здорово, конечно. В этом месте монахи выращивают виноград. У них здесь в центре острова, как вы видели сверху на карте, огромные плантации винограда. Вино стоит в районе 25 евро за бутылку. Сейчас мы посетим эту часовню. Вот так у нее вид сверху, она 11 века. Очень интересно, конечно, на нее посмотреть. Эта часовня Сан-Савех была построена в восьмиугольной центрированной схеме диаметром около 8 метров. Внутри находятся шесть сторон восьмиугольников. Сейчас вы это все увидите сами. И открываются они полукруглыми нишами для акустики, я так думаю. В восточной части находится апсида. Напротив апсида расположена полукруглая дверь входа. Крыша представляет собой перекрывающую арку с расходящимися гребнями. Часовня Сан-Савех. Савер в переводе с французского означает спаситель, святой спаситель. У нас, кстати, тоже есть сосед, которого зовут Савер. Это достаточно старинное имя, но, тем не менее, есть еще люди с таким именем. Как я уже сказала, часовня была построена в одиннадцатом веке, предположительно, и она много раз реконструировалась. Учитывая ее сакральную архитектуру, я думаю, это здание более древнее. Камни, конечно, здесь не видны. Каменные стены ее очень хорошо заштукатурили. Виден только каменный вход стандартный. Высота, ну, может быть, два с половиной метра. Небольшое круглое окошко. Сейчас мы заглянем вовнутрь. О, ребята, такой запах интересный тут. Так, я просунула дверь, телефон, и вот хочу сейчас снять вам. Смотрите, какой тут интересный потолок. Какое здесь эхо. Это вообще, вот я разговариваю даже снаружи. Как здесь сделана акустика. Это просто безумно интересно. Вот эта стенка, которая находится здесь, в этом месте, там тоже, скорее всего, такие арки в стене. Такой запах интересный. Я даже не знаю, чем передать. Какими-то вот растениями пахнет здесь. Представляете, какая тут акустика. Ребята, я такой не видела никогда акустики. Замечательный часовник. Смотрите, возле часовни, какие еще каменные сетки идут. Посмотрите, решетка из камней. Видите? Как вы думаете, что это такое? Может, бывшие фундаменты какие-то тоже были? С этой стороны хорошо видно ракурс такой хороший. Либо, может быть, это какая-то тоже энергетическая сетка, нанесена камнями. Очень интересно идут эти каменные полосы. Вот здесь закругление такое прямо. Может, когда-то существовала здесь другая? Церковь, может быть. А это остаток, ее реконструировали. И посмотрите, какой берег здесь. Такие скалы. Как будто бы сделаны искусственно. И вот здесь дно просматривается тоже скальное. Очень мелко здесь. Где-то в этом месте раньше тут был переход между вот этим островом Сан-Маргарита, куда мы уже ездили, Святая Маргарита, да? И вот где-то вот в этом месте, вот здесь где-то был переход. Была дорога, они сообщались ранее. Вот так говорят, по крайней мере, местные. Эту информацию я не нашла. Но вот местные, которые живут в Каннах, потому что, как я уже говорила, Канны вот там напротив. И это Леринские острова. Вот этот остров Сан-Онохе и Сан-Маргарит, они являются Леринскими островами. И я напомню, что Леринские острова были названы в честь божества Леро. Но, к сожалению, информации про это божество Леро совершенно нет. Хочется, конечно, найти информацию, но я думаю, нам это еще предстоит узнать в будущем. И, конечно же, я отсниму для вас ролик. И мы узнаем про это вместе. Какой-то такой наплыв, как искусственный. И дальше идет слоеная порода вот такими кусками, слоями, как слоеный пирог. Ребята, если бы вы знали, как тут пахнут травы, это просто нереальный запах. И травы, и сосны. Посмотрите, какая красота. Остров очень зеленый. И я думаю, что он вам бы понравился. У кого есть, конечно, будет возможность прийти в Каны на отдых, обязательно посетите этот остров. Обязательно. Это замечательное ощущение. Посмотрите, вот эта трава. У нее такие листики прямо липкие. И она издает очень такой резкий аромат. На юге Франции она растет повсеместно. И когда вы прогуливаетесь, вот я даже ее потрогала, сразу пошел сильный-сильный запах. Просто даже потрогала листочки. Может быть, это и была когда-то дорога. Старая пристань. Все возможно. В этом месте тоже, как будто бы вот остатки дороги. Смотрите, да? Пишите, что вы думаете про эту породу горную. У меня она вызывает, конечно, интерес большой. Здесь тоже небольшой такой заливчик. Рядышком совершенно. Тоже остатки, как строение. Посмотрите. Ровненько-ровненько туда пошло оно. Возможно, тут были очень древние поселения. Все-таки, смотрите. Тоже вот эта вот часть. Пошла вот такая ровная граница здесь. И здесь тоже, посмотрите, тоже такая порода слоистая торчит. И в этом месте, как будто бы была плита залита. И вот ее что-то приподняло. Так же, кстати, как и напротив остров Святой Маргариты. Такая же там ситуация. Посмотрите мой ролик. Кто еще не смотрел, я это все показываю. Ну вот здесь, ребята, это явно видно. Посмотрите, как явно рукотворное. Что-то произошло такое, что это все разрушило. Вон там даже идет такая бороздка. Видите? Сосну так выгнуло, смотрите. Скорее всего, вот здесь вот патогенная зона, откуда она ушла. Сосны очень реагируют на такие вещи. Мы пришли еще в одну часовенку. Называется Шапей-Сан-Капхэй, часовня Святого Капре. Говорится о том, что эта часовня с нефом и апсидой была перестроена в 1993 году на остатки средневековых стен. И Святой Капре, монах, он был компаньоном Святого Онура, в честь которого назван этот остров, в V веке жил в уединении, в изолированной келье на одном из концов этого острова. Возможно, может быть, даже и в этой часовне. Сейчас мы посетим. И самое интересное, что здесь находится также очень интересная старинная установка, как они говорят, римских времен. Но не факт, что римских. Я уже говорила, когда делала ролик про Святую Маргариту остров. Посмотрите, она более массивная. Там я тоже показывала печь красных шаров, в которой нет совершенно внутри следов обжига стенок. Либо еще чего-то. Здесь она вообще намного крупнее. Она намного больше. Сейчас мы заглянем обязательно в нее. И вот эта вот часовня, которая находится абсолютно рядом. Сейчас мы тоже максимально пытаемся рассмотреть. Здесь все зацементировано, забетонировано. Она сделана из камня. Высота где-то метра три с половиной четыре. И вот идет в сторону моря уклон. Тоже такая ребристая поверхность. И вот там такой выход. Сделана из плинтвы. Внутри сделана из плинтвы. Вот здесь она сделана из камня. Давайте заглянем. Так, два выхода или входа. Вот мы осматривали сейчас ту часть. Сейчас мы посмотрим эту. То ли кирпич это, то ли плинтв. Нет, это кирпич, кстати. Вот это кирпич. А вот это плинтвы. Половина из кирпича, половина из плинтвы. Возможно, хотели восстановить старинное строение. Она смотрит с одной стороны на море. С другой стороны в лес. Так. Здесь кирпич. Внутри тоже вот такая вот, видите, такое закругление здесь, в этом месте. Сейчас мы заглянем вовнутрь. Но следов огня я тоже тут не увидела. Абсолютно никаких. Так что, ребята, делайте вывод, что же на самом деле это такое. Но я здесь не вижу вот этих металлических скоб по периметру этой печи, которые были на печи красных шаров на острове Сан-Маргарита. Может быть, их убрали, демонтировали, все может быть, потому что там они присутствуют. Ну вот вроде бы вот здесь какие-то металлические детали торчали. Вот они здесь демонтировали, скорее всего, посрезали этот металл, который был на острове Сан-Маргарита. Он есть. Скобы, которые идут по периметру этой печи. А здесь их уже нет. Забетонировали стены в основном. Видите, нету металла. Ну давайте с вами пойдем посмотрим часовню. Сейчас мы подойдем ко входу и посмотрим, какой же тут вход в этой часовне. Вход очень маленький, 2 метра высотой, арочный, дверь старинная. Тут тоже чувствуется акустика. Видите, какая тут акустика. Тут все заколочено, даже не подсмотреть. Дверь забита. Даже отсюда я укнула и акустика очень такая хорошая здесь. Вот смотрите, я стою рядом. И даже при закрытой двери тут обалденная акустика. Послушайте еще раз. Видите? Мы стоим снаружи и тут такая акустика. Умели же раньше строить, ребята. Небольшое окошко. И через него, конечно, ничего не рассмотреть. Ну, я думаю, закрыто. Да, закрыто. И с этой стороны тоже небольшое окно. Вот еще здесь такой небольшой выход к морю, берег. Смотрите, тоже такая вот структура, рядами идет. Конечно, тут очень уютно. Если можно было с палаточкой. Стал здесь палаточка на берегу моря. Но здесь на этом острове нельзя жечь ни костры, ни курить даже нельзя. То есть очень большая пожароопасность. Очень здесь сухо. Поэтому палаточные городки тут запрещены. Вот видите, даже значки повесили, что здесь на этом острове курить нельзя. Сюда приезжают люди насладиться, конечно же, природой, свежим воздухом. И очень хорошо, когда никто не курит, потому что идешь и дышишь свежим воздухом. Смотрите, какие здесь остатки построек. Во-первых, вот этот металлический какой-то стержень. Очень старый. Три у него витка. Нет, четыре. Вон там виднеется четвертый. И вот выглядывает кусок здания. Возможно, это остатки засыпанного здания. Смотрите. Все может быть, что это остаток засыпанного здания. Если копнуть, можно что-то и найти, я думаю. Так, на брошюре-то не было обозначено. Вот смотрите, какой-то тут бункер очередной. Давайте рассмотрим его поближе. Похож на бункер, который на Сан-Маргарите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Горелый. Следы видны. Гарри здесь. Знаете, что даже запах гарит здесь конкретный? Такая трещина. Смотрите. Здесь тоже остатки построек. Вот как выглядит этот бункер. Остатки построек. Вот здесь, смотрите, каменная стена была. И вот там у нас фортификационное сооружение, которое мы хотим посмотреть. Мы идем туда. Если этот бункер находится так близко от этого фортификационного старинного сооружения древнего, то, наверное, они как-то должны сообщаться. И, возможно, этот бункер тоже реконструированное древнее сооружение. Смотрите-ка. О, чайка выглядывает. Посмотрите, как все это дело выглядит здесь. Заложили недавно камнем, видно. Тоже был такой выход к морю. На том же, на Сан-Маргарита, на острове Святой Маргариты точно такой же форт мы посещали, только он там реконструирован. И в этом месте заложено большое-большое отверстие. А здесь они просто так грубо заложили камнями с цементом. Тоже небольшое тут какое-то сооружение. Давайте посмотрим. Я думаю, это что-то типа канализации, скорее всего. Чайки нервничают. У них тут гнезда. Ой, мама. Прямо она меня пикирует. Короче, я пошла отсюда. Вот там тоже какой-то вход под землю. А вот сверху забетонировано все. Посмотрите, видите, вход. Примерно он где-то метра полтора. И по высоте то, что виднеется, ну где-то метр максимум. Спрятали что-то. Мы подходим к еще одной часовне. И вот на подходе такая вот статуя. Многогранник, многогранник, колонны. И статуя монаха, судя по всему. Какое ограждение, обратите внимание. Жавеет. Это не тот старинный металл. Мне кажется, на этом острове хорошо все почистили. Потому что даже вот эта вот печь красных шаров, она тоже вся реконструирована. Убран весь металл. А вот с этой стороны колонна совсем другая, со стороны моря, да? Может быть, разъел ее ветер с морской водой. Судя по всему, она сделана из металла. Как будто бы разъел морской воздух. Но, скорее всего, это не камень, если он так подвергся коррозии такой. А, возможно, это просто вот искусственный такой вот бетон. Написано за моих сыновей Энди и меня. То есть какие-то вот здесь слова благодарности. Таблички оставляют. Вообще в католических храмах принято оставлять какие-то слова благодарности. за какие-то вот действия, которые они попросили, чтобы они произошли. Ну, а мы идем смотреть очередной часовни. Скоро мы прибудем к фортификационному сооружению и монастырю. Посмотрите, мы подошли к часовне, которые на подходе к аббатству монашескому. Какие здесь крупные заложены камни. Посмотрите по углам. Вход чуть-чуть утоплен. Смотрите, три ступени вниз идут. Дверь где-то высотой 2,5 метра. Чуть-чуть выше, чем стандартная дверь. Каменная перемычка, сделанная из камня. Я думаю, она закрыта, конечно же. Да, закрыта. У-у-у! Нет. Давайте посмотрим ее с других сторон. Да! Окошко небольшое. Ого! Смотрите, какой тут выход. От этой часовни. Выход вниз. И вот здесь тоже видно в воде, что это искусственные какие-то были сооружения. Все люди развлекаются, делают пикники. Тут прекрасно, конечно. И вот на море тоже смотрит другой вход. Я думаю, что он постарше вход этот. Смотрите, тут такой вот на двери дверной портал другой. Дверь поуже. Ну, по высоте такая же, в районе 2,5 метра. Смотрите, какое окошко. Металлический элемент такой присутствует. Интересный, как пика посередине. С этой стороны она выглядит, часовня, таким образом. Закопана башня, я думаю, старинная, посмотрите. Часовня закопана. Это, конечно, 100%. Здесь это хорошо видно. Небольшое такое окошко. Но, к сожалению, ничего не видно. И камень, который над окошком тоже имеет вот этот вот контур. Такой, видите, из таких камней построена вся Франция. Все вот эти древние сооружения. Белый камень. По контуру идет такая каемка. Видите? Это 100% заводская штамповка вот этих вот камней. В этом верхнем камне интересное отверстие, видите? И вот такой каменный идет карнизик. Давайте с этой стороны еще посмотрим. Тут тоже такая пика металлическая, как стрела в окошке. Сейчас мы пойдем посмотрим вот это монашеское аббатство. Монахи одевают белую одежду здесь с капюшоном. У меня всегда возникал вопрос. Для чего монахам капюшон? Мне кажется, капюшон одевают люди, когда им надо скрыть лицо свое. Не кажется ли вам? Все монашеские одежды всегда с капюшонами. Все закрыто. В него можно так забаррикадироваться, закамуфлироваться, что в жизни не поймешь, кто там под этой одеждой. И вот прямо мы сейчас пойдем. Прямо туда, смотрите. Монашеское аббатство. Итак, ребята, мы приближаемся к монашескому аббатству. Вот здесь небольшая информация. Показан остров. Посмотрев на старинную карту, видно, что ранее тут находилась звезда на месте этого лиринского аббатства. Вот такие одежды имеют монахи здесь с капюшоном. Остров полтора километра. И много здесь можно посетить мест. Давайте зайдем вовнутрь и посмотрим, ребята. Так, здесь находится Святого Патрика церковь. Но она закрыта. Здесь добровольные пожертвования при входе. Как яркие, смотрите, ребята. Как тут красиво. Какая тут энергетика. Статуи. Сейчас мы с вами поближе их рассмотрим. Какая красота. Смотрите, все цветет, благоухает. Статуи мы сейчас с вами посмотрим. С крыльями даже есть. Вот это растения. Цветы. Вы думаете, это цветы? Это листья такие у них, представляете? А листочки только вылазят. А вот это благоухает белые. Бьющиеся растения. Оно очень замечательно пахнет. Прямо такой резкий-резкий запах. Похоже на жасмин. И сейчас вам покажу интересную вещь. Крест в круге. Круге. Это является славянским знаком, ребята. Этот крест в круге. И второй знак славянский. Все-таки, я думаю, это славянский знак. Держит ангел справа книгу. Так не видно отсюда. Но если увеличить, вы увидите русскую букву Б. Б написано кириллице. Посмотрите сюда. Это очень удивительно. Сейчас мы с вами попозже расшифруем все эти надписи. И вы, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете на эту тему. Борельефы. Здесь драконы. Под статуей. Здесь их знак. В этом месте кто? Сейчас мы поближе. В этом месте тоже как русалки-львы. И здесь тоже вот такие драконы изображены. Пустая почему-то ниша, да? Никого нет в этом месте. Кого-то убрали. Посмотрите, мы попадаем в такую огромную арку. Монастырь старинный. Позиционируется как 11 век. Но есть информация о том, что это 419 год. И вот написано тишина. Смотрите, интересные шары сверху. И на них наложены кресты. Хочется камни рассмотреть. Вот такие камни. Все крашеное здесь, смотрите. Штукатуренное и покрашенное. Тоже интересный символ. Какой-то герб сверху. Три звезды и рыба. А напротив тоже под аркой. Крест с Т-образными лучами. Очень древний. И оливковая ветвь. Давайте теперь переведем надписи, которые над входом. Первая надпись гласит. Полное ежедневное бессмертие как для живых, так и для мертвых. Что это означает? Давайте подумаем и напишем в комментариях каждое свое мнение и обсудим это. Ниже идет надпись, которая переводится «Привет, святой родитель». Потом три буквы «СВБ». Не знаю, как переводится, но так и не перевелось. «Привет, святой родитель». Цистерцианский орден сражается и сияет, как солнце во всем мире. То есть речь идет про этот цистерцианский орден. На острове Святой Маргариты были такие упоминания об этих цистерцианцах. Цистерны они какие-то изготавливали. И из-за этого как бы пошло и их название. Но на самом деле я думаю, что это вымысел абсолютный. И название произошло совсем от другого слова. Но я вам рассказываю ту информацию, которую я прочитала и которую мне довелось прочитать во французских книгах. Пишите тоже мнение по этому поводу, потому что очень интересные здесь надписи, которые все-таки несут огромное значение и открывают большие тайны, я считаю. Все везде написано. Главное, нам надо все это прочитать и увидеть. Ниже написана надпись в переводе «Этот дом Господа». Здесь «Поклоняйтесь Богу». Обратите ваше внимание на высокий дверной проем. Он был сделан, скорее всего, для того, чтобы все абсолютно представители могли заходить в эту дверь. По отношению к человеку он огромен. Давайте вернемся к нашей славянской буквой «Б», которую я увидела над входом. Ангел держит книгу справа. И там написано «Б» славянское. Потом какие-то символы. Их очень плохо видно. И внизу написано «Санкции Матфея». В переводе означает «Святой Матфей». Это также, вы знаете, славянское, в принципе, имя. И не исключено, что здесь все-таки есть славянский след. Ниже держит крылатый лев. Книгу написано «Святой Маркус». Затем слева внизу «Святой Лука». И вверху слева «Святой Иоанн». Возможно, все вот эти четыре человека – это и были боги, которые, возможно, и внесли большой вклад по созданию нашей цивилизации. Итак, давайте с вами посмотрим церковь, в которой молятся монахи. Церковь достаточно старинная, но, на мой взгляд, очень странная. Здесь нет ни одной иконы, очень помпезное здание с высокими сводчатыми потолками и перегорожена часть церкви. То есть вы можете подойти только до этого ограждения, и дальше подойти вы не можете, потому что туда вход воспрещен. Только монахи туда заходят. Есть здесь и орган, но почему-то нет иконы. Обратите внимание на камни. Также видна штамповка, гладко по периметру камня, такая, как каемка. И следы штамповки на камне. В центре, там, где молятся монахи, вы видите такой, как посох, жезл. Это их символ. И даже здесь он в церкви присутствует. Так же, как и на их гербе. Молятся они по периметру, и кто-то вот стоит во главе, может быть, читает основную молитву. Орган, по-моему, здесь новый, судя по всему. Не выглядит он древним, старинным. Икон, как вы видели, нет. Вот небольшая только статуя, и я заметила слева подальше. Сейчас я вам покажу. Небольшая ниша, как шкаф. И там какие-то находятся скульптуры, статуэтки небольшие и крест. И рядом внизу саркофаг. Саркофаги присутствуют практически в каждом костюле. Хочу с вами поделиться информацией, которая мне пришла при посещении этого места. А пришло именно слово университет. И я думаю, что это место, университет для монахов со всего мира. Думаю, что здесь есть и подземная библиотека, наподобие Ватикана. И думаю, люди, посвященные, приезжают сюда именно для вот этих вот знаний. Я не думаю, что это только монахи. Я думаю, туда приезжают многие люди и получают вот эти вот знания тайные. Вот мне так кажется все-таки. Пишите, пожалуйста, ваше мнение, что же вы думаете по этому поводу. Потому что, учитывая то, что Леринское баство раньше было очень мощное, все может быть. После посещения церкви мы с вами, конечно же, увидим еще много интересного. И фортификационное сооружение, и остатки звезды на этом острове. Мы еще все не обошли, но это мы сделаем во второй части. А также мы посетим монашеский магазин, где приобретем вино и оливковое масло. Потому что здесь и винодельня есть, а также у них оливковые рощи. Они сами делают холодный отжим оливкового масла. Обратите внимание на арки. Аркада, которая идет вдоль выхода из этого монастыря, она сделана из кирпича. И мне эти стены очень напомнили стены Брестской крепости. Не правда ли похоже? Итак, мои дорогие, надеюсь, вам первая часть фильма про остров Сан-Онура понравилась. И мы будем скоро с вами смотреть, путешествовать во второй части по этому острову. Наберитесь терпения, скоро будет вторая часть. Здесь находятся кельи монахов, но сюда вход воспрещен, конечно, они по чипу сюда заходят. Вообще это место очень уютное, наполненное энергетикой позитивной. Умиротворенность присутствует, совсем другая энергетика, нежели на соседнем острове Святой Маргариты. Очень рекомендую вам сюда приехать. Ну, увидимся с вами во второй части. Пока-пока, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok